Национальное телевидение Чувашия расширяет зону вещания. Уже несколько городов республики в режиме реального времени могут знакомиться с новостями и другими программами телеканала. Насколько сложной с технической точки зрения оказалась задача и как отнеслись к новому СМИ в Шумерле, выясняла наша съемочная группа. Подробный рассказ об этом далее. Я же с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. Республика, комфортный город, правительственная связь, а всего более 30 разнообразных программ на русском и чувашском языках, созданных коллективом национальной телерадиокомпании Чуваши, теперь доступны жителям города Шумерля. Было много обращений от жителей нашего города с просьбами начать вещание и других телекомпаний чувашских. Мы решили начать вещание телеканала национальной телерадиокомпании Чуваши и этот телеканал пошел нам навстречу и мы организовали вещание непосредственно из города Чебоксар в город Шумерлю в тем использовании цифровых линий связи. Национальное телевидение – важный источник информации для жителей Чуваши. Телеканал подробно и оперативно освещает жизнь республики. Мы провели небольшой опрос среди наших абонентов, чтобы узнать, то есть вообще нужен он им или нет, какая была у них реакция. К нашему даже удивлению мы поняли то, что шумерлинцы – большие поклонники вашего телеканала. И очень многие шумерлинцы посещают столицу Чуваши, естественно, они знакомы с работой вашего телеканала. Теперь они очень рады и довольны, что смогут смотреть передачи, которые производит национальное телевидение Чуваши, не выходя из дома, находясь в шумерли, благодаря тому, что он теперь появился в сети кабельного телевидения. 20 тысяч человек, а это примерно 70% населения шумерли, смогут увидеть наш телеканал в своих телевизорах, благодаря разветвленной сети кабельного телевидения канала «Новая реальность». Смотрим с кабельного телевидения. Очень понравился канал. Всякие смотрю, там все показывают. Там и музыка есть, и фильмы показывают. К сожалению, на чувашском языке не смотрю, не знаю. Все остальное смотрю. Приятно, сейчас какие-то дикторы стали хорошо выглядеть, хорошо разговаривать. Много не смотрела еще, много не могу сказать. Республика только вот включаю. А без программы совсем плохо. Ну, иногда фильмы там какие-то бывают. Лелика-болика показываю. Смотрю про ЖКХ там. Смотрела. Я, конечно, вот недавно смотрю сейчас. Концерты там эти, всякие национальности вот эти выступать приехали. О погоде хорошо вот каждый день узнавать. Ну, мне нравится. Я вот, конечно, днем не включаю, вечером особенно включаю. Программа мне очень нравится. Я когда еду в Чебоксаро к сестре, сразу переключаюсь на этот канал, больше ничего не смотрю. Спасибо за этому каналу. Выход в районы республики, где национальное телевидение ждали давно. Технически задача очень сложная. Реализовать проект в Шумерле удалось благодаря выгодному предложению от компании «Билайн». В компании «Билайн» имеется оптика, которая проложена по территории Чувашской республики. У нас есть «Северное кольцо» и у нас есть «Южное оптическое кольцо». На сегодняшний день сигнал телекомпании национального телевидения подается уже в городах Новочебоксарск, Кугесе, Цивильск, Марпасад, Козловка, Тюрлюма. Шумерле большой город, и в нем изначально хорошо развиты кабельные сети. Жители всегда пользовались дымовыми кабельными сетями, и поэтому активно используют кабельные телевидения. И поэтому очень важно было подать сигнал, который изготавливается в городе Чебоксары, в эти малые города. Этот сигнал можно подать, по идее, через спутник, но это достаточно очень дорогое удовольствие. А можно подать при помощи цифровых каналов через какого-либо оператора. Теперь наш телеканал с логотипом «Чувашьень» и солярной звездой в правом верхнем углу экрана вещает в Шумерле как в аналоговом, так и цифровом социальном пакете на 19-й кнопке. Для нас, конечно, было впервые использование этой технологии. До сих пор мы использовали стандартную, такую, традиционную технологию – это получение сигнала от телеканалов либо эфирным путем, либо спутниковым путем. А именно получение сигнала по IP было сделано впервые. Но технические специалисты телерадиокомпании «Чувашия», компании «Билайн» и нашей компании успешно справились с этой задачей. И теперь зрители нашего города могут получать качественную телевизионную картинку телеканала «Чувашья». Кроме Шумерли, сигнал национальной телерадиокомпании «Чувашия» подан еще в три крупных города республики – Канаш, Ядрин и Аллатр. А уже совсем скоро смотреть наши программы смогут и жители поселков Вурнары и Ибреси. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.